Начнем, наверное, со шпаги женской. В принципе, три спортсменки, именитые спортсменки. Они и молодая Гудкова попали в четверку. То есть это Аня Севкова, кто выиграл, Люба Шутова, Таня Лагунова и Таня Гудкова. В принципе, это та четверка. На мой взгляд, по силам они как раз ей в четверку и попали. Конечно, по дороге потерялась Виолетта Колобова, но я имею в виду, что в шпаге женской у нас такая хорошая длинная скамейка, где конкуренция, борьба, еще неизвестно, кто может попасть на чемпионат Европы и на чемпионат мира. Борьба еще впереди, как говорится. Что касается женской рапиры, вчера, в принципе, очень, конечно, обидно, что в принципе конкуренции особо-то и нет. Вот та четверка, которая вчера определилась. Это Ларис Коробейник, который выиграл, Аида Шаннаева, Берякова. И, да, значит, вот в принципе эта четверка, которая, скорее всего, будет и на чемпионате Европы и чемпионате мира. Потому что понятно, что Инна Дереглазова, она далеко впереди по очкам. И остальные, в принципе, там, может быть, поборется еще за Гидулина Аделина, потому что она на пятой позиции. Еще там два турнира у нас есть. Это у девчонок Таубер в Германии и Шанхай. Ну, опять же, на мой взгляд, нехватка все-таки большой конкуренции в женской рапире. Мужская сабля тоже, к сожалению, у нас скамейка запасных очень маленькая, короткая скамейка. Ну, решетник подтвердил свой класс, выиграл чемпионат России. И Кеменко не приехал, травму лечат. А там в четверке были, ну, у нас Костиков Вардан, который на ура фехтовал с поддержкой трибуны, там занял второе место. Ну, и Проскура, который, в принципе, тоже в обоим, на сборах. И еще там Моторин, да, Илья Моторин, ну, тоже. Ну, в принципе, те наши мастера, как Коля Ковалев, Камиль Ибрагимов. Я думаю, что, на мой взгляд, все-таки на внутренних соревнованиях надо все-таки стараться быть в четверке. Ну, потому что это уровень. Может быть, сейчас не в очень хорошей форме находится, там Коля никак не может найти себя в этом сезоне. Ну, думаю, еще есть время, должен, наверное, подумать, как что-то со своим тренером поразмыслить и начать уже показывать результаты. Пока результата у Коли нет. Понимаю, что чемпион мира, ну, в спорте у нас это уже история. Это было все в прошлом. Сейчас уже Новый год, и надо показывать новые результаты. Какой у нас еще вид закончился? Сабли-женщины. А, Сабли-женщины, да, вчера тоже. Светлана Кормилинсона не дает спокойно жить. Да, она, в общем, она и на Кубке России. Ну, там, в принципе, не фехтовали четыре спортсменки, они отсутствовали на сборах, были за границей. Но здесь, кроме Сони Великой все, Гаврилова в тяжелой борьбе победила. 15-14 у Света Кормилинсона. И, на мой взгляд, конечно, Яна Игорян вела 12-6. По-моему, у Гаврилова. Да, потом что-то расслабилась и проиграла. В итоге Гаврилова чемпионка России 2015 года. А Яна не попала в четверку. Ну, и молодая Ридель прошла через ветку, там, тоже свою, Обвинцевой. Вчерашняя юниорка фехтовала за ход четыре. Обвинцева мне понравилась, как она дралась. Ну, Ридель немножко поопытнее. Раньше чуть закончила юниорскую жизнь. И победила, вошла в четверку. И, 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 и... Никимин. А, да-да-да-да-да, Якименко, это фамилия. Я вчера обалдел, как Якименко. Я даже не знал, что она фамилию поменяла. Ну, в смысле, что, да. А сегодня она уже фехтует другой куртки, там, уже сухого. Футы, да. Ну, молодец она. Ну, опять же, повторюсь, не тренируюсь, ничего там. Ну, ура, выходит и выигрывает его. Я не знаю, что там с Дьяченко, может, болеет. Бывают такие дни у женщин, что они... Плохо фехтуют. Ну, в принципе, на мой взгляд, не должен человек, который не тренируется, выигрывать его наших ведущих спортсменов. Ну, конечно, у нас железобетонная Соня Великая в сабельной команде. А, в принципе, тоже скамейка короткая. Там Дьяченко, Игорян. И я думаю, что Гаврилово, наверное, в этом сезоне все-таки застолбит за собой место в сборной команде. И будет в составе... Потому что Ковалева получила травму, Ковалева выпала. Вернется, когда вернется, тоже вопрос. Рапиры мужчины. Конечно, в этом году тоже интересная ситуация. Потому что вернулся Артур Ахматхузин после операции. Ну, понятно, что Черемисинов на своем месте. Там Ригин показывает, который результат... Он сейчас выиграл на Кубе второй год подряд турнир. Артур, который не успел вернуться, уже был в восьмерке в Бонне. Естественно, будет продолжать борьбу за попадание в сборную команду. Президент чемпионата мира в Казани Сафин Тимур. Также Ганеев хочет вернуться в команду. И хочет не просто вернуться, а быть полезным участником этой команды. Понятно, что... То есть Хованский. И там такая группа Арсланов, который сейчас на турнире неофициальном, но все-таки в большом турнире во Франции занял второе место. Поэтому там скамейка как-то как раз-таки нормальная. Жеребченко вернулся. Жеребченко, да, да. Спасибо, напомню. Жеребченко вернулся так, чтобы победил на турнире сильнейший 15-7 у Черемисиного. Тот не мог понять, как это произошло. Ну, в хорошем стиле выиграл Дима Жеребченко. Поэтому в Рапире, в принципе, ситуация такая тоже. Как и в женской шпаге. Ну, скамейка есть. Мужская шпага – это, конечно, темная лошадка. Потому что, как сами шпажисты говорят, неизвестно, с какой ноги ты встал сегодня. У тебя может гореть все, а может не гореть ничего. Поэтому там, опять же, Сухов и Авдеев – наши два основных спортсмена. И молодые Сергей Бида и Анохин, они вроде рядом. Конечно, не сложили свои еще полномочия, как бывшие члены. Я имею в виду, почему бывшие. Потому что каждый новый сезон – это уже новые кандидаты в сборную команду. Поэтому в эту команду, может быть, опять же, попадет тот же Ходес, тот же Глебко, которые были в прошлом году на чемпионате мира. И, естественно, тоже такая скамейка из шести, там, пяти-шести человек, которые, на мой взгляд, пока еще точно неизвестно, кто может реально фехтовать на чемпионате Европы, на чемпионате мира. – Какие у вас впечатления от первого периода работы нового тренера Анджела Мацони? И какие, интересно, у него впечатления? – Ну, я скажу, что, конечно, я в первую очередь смотрю, довольны ли спортсмены. И то же самое в Рапире у нас. Ну, многие скептики там, вот, зачем, там, итальянцы нужны. Но я вижу, что я беседую со спортсменами, я вижу, что спортсмены довольны, что эти специалисты какое-то время работают у нас в стране и передают тот опыт, которым они владеют. То же самое в шпаге мужской. Я понимаю и знаю, что спортсмены, в первую очередь, они очень довольны, что приехал Анджела. Анджела – реальный пахарь. Он работает, он там, по 9 уроков в день дает. И тренеры, которые рядом находятся, естественно, тоже пытаются перенять Понятно, что, может быть, не все согласны с теми мыслями, которые хочет Анджела передать российской команде. Но, опять же, труд все равно даром не пройдет. И самое главное, что спортсмены довольны. А те тренеры, которые верят или не верят, ну, что же поделаешь. Если у нас так все в стране было бы хорошо, то иностранцев бы здесь не было. Приходится, как я уже говорил, в свое время и венгры приезжали, нас учили, наших тренеров. Ну, может, такое время наступило, что нам тоже следует немножко, может, не то, что поучиться, да, а перенять какой-то дополнительный опыт и сложить наши возможности российского фехтования с иностранным пониманием. И этот, как сказать, симбиоз, может быть, поможет нам, чтобы мы хорошо выступили на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейно. Ну, а у самого Мацони, что он говорит, как ему работает? Ну, у Анджела, конечно, он немножко в шоке, потому что, допустим, тренер дает четкую установку. Вот так, так и так, да, потому что он реально опытом с большим и спортивным, и тренерским. И вдруг, когда, допустим, кто-то из спортсменов начинает как с ума сходить, бегать по дорожке в шпаге, тем более, да, то, естественно, Анджела не может понять, ну, как так, вроде перед боем разработали план боя, там, стратегию, там, как, что, чего, там. И вдруг спортсмен ни с того ни с сего, как будто носки пидарили, и он начинает носиться. Вот Анджела вот этот менталитет наш понять не может немножко, что захотелось, побежал, да. А так, это шпаги цена одного укола очень дорога, потому что, ну, это шпага. Поэтому вот этого он никак не может еще понять, почему это происходит. Поэтому, ну, я думаю, что всего лишь полгода, ну, больше, 8 месяцев Анджела работа в России. Я думаю, что, конечно, все должно пройти какое-то время, чтобы как раз нашли они общее понимание и работали четко по плану тренера, а не так, как сегодня дают. Хочу так, а завтра по-другому. Потому что хочешь, не хочешь, в спорте все равно при дисциплине есть результат. Хотел еще задать вопрос по поводу вот этого сезона. Он очень насыщенный и, можно даже сказать, особенный. Помимо олимпийского отбора чемпионатов Европы и мира, где, естественно, должны будут участвовать все лидеры, у нас же будут и универсиады, и европейские игры. Кто будет готовиться на эти соревнования? Ну, я вам скажу, конечно, да, что-то там втыкали они, особенно в июне, столько соревнований. Понятно, что на чемпионат Европы взрослый поедет первая команда. Скорее всего, на 99% уже это те, кто будут фехтовать на чемпионате мира. На европейские игры в Баку поедет вторая команда, потому что там остается всего две недели до чемпионата мира, поэтому не будем рисковать основной командой. Ну, а на универсиаду, наверное, отправим юниоров, может быть, на молодых, потому что если отправить вторую команду на универсиаду, а кто будет спарринг-партнерами для первой сборной, ну, кто будет готовиться к чемпионате мира. Поэтому вот федерация разработала такой план, в принципе, наверное, будем его и придерживаться. Ну, плюс-минус какие-то, может быть, шаги в сторону будем делать, но в основном будем действовать так, как наметили. Продолжение следует...